А вот герой следующего репортажа решил украсить не дом, а территорию рядом. Студент Николай Михайлов собственными руками соорудил снежный танк. Это снежная скульптура, полная версия танка Т-34-85, который прошел Великую Отечественную войну. Такие танки можно встретить возле Аллеи Славы и возле Ботанического сада. А теперь еще в саду студента ЧГУ имени Ульянова Николая Михайлова. Три года назад Николай построил четырехметрового снеговика. Оценив свои возможности, он решил соорудить танк, но масштабы фигуры были невелики. А с зимой этого года идея построить танк в натуральную величину реализовалась. Одна из проблем представительства танка – это была установка баков для топлива. Они довольно массивные и большие, и поэтому мне долго приходилось их наращивать с помощью снега. А потом в один момент мне пришлось их наверх поднимать. И этот процесс был довольно мучительный. Пушка – один из самых важных и сложных элементов танки. Ее каркасом служит большая шестиметровая труба, которая вставляется в башню. Я заранее приготовил четыре ватуна и склеиваю их таким образом, чтобы диаметр у передней части пушки постепенно увеличился к концу. Например, тут диаметр 12,4 см, а в конце он примерно вставляет 14,5 см. Таким образом, пушка выглядит более реалистичной, так как она расширяется постепенно. Вот эта часть – это бензобак, куда заливается топливо для танка. Это баки, в которых находится топливо. При дальних походах находилось топливо. Это запасные дополнительные баки на задней части танка. На башне в верхней части установлены все детали, которые были на оригинальном танке Т-34-85. Это вентиляционные люхи, две штуки, три триплекса, антенна и башня командира. Также существует вход небольшой для экипажа. Родственники поддержали Николая в его ожидании. Тетя разрешила установить танк в своем саду. Я сказала Коле, давай построим, построим мы с тобой. Я очень хорошо. Я ему одобрила идея, помогала ему. И он все так, сантиметры все измерял, все делал, все так четко построил. Во время строительства танка Николай узнал о конкурсе «Танковик-2013». Решил принять участие. А уже следующей зимой мастер хочет построить снежный ИС-8. Солнечные лучи не позволят танку прожить долго, но память останется навсегда. Мария Данилова, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова